Воры в законе. В областном центре установлено несколько случаев хищений. Совершило хищение денег на сумму около 6 тысяч рублей. Что украли нарушители? Преступные махинации на Могилевском сельхозпредприятии. Раскрыта незаконная схема падежа скота. Какой ущерб причинили? Свыше 39 тысяч белорусских рублей. Свобода или срок в Бобруйске задержаны закладчицы? Фигурантки забирали наркотики и фасовали на мелкие партии. Где проведут молодость девушки? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Игра подошла к концу. Две бобруйчанки взяты под арест за сбыт наркотиков. Правоохранители арестовали ранее несудимых местных жительниц 18 и 23 лет. Старшая находится в декретном отпуске. Девушки с целью сбыта хранили при себе и в тайниках на территории города более 40 грамм особо опасного психотропа альфа-ПВП. В ходе расследований стало известно. Обвиняемые забирали запрещенные вещества и фасовали их на мелкие партии. Девушки в действии в составе организованной преступной группы с целью сбыта хранили при себе и в тайниках на территории города более 40 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Возбуждено уголовное дело. Девушкам грозит до 15 лет лишения свободы. Продавцы смерти в Бобруйске задержаны наркокурьеры. Одна из них 16-летняя местная жительница. В дело она пришла из-за отсутствия в жизни экстрима и острых ощущений. Девушку взяли с поличным прямо в колледже. В рюкзаке обнаружили опасный психотроп. Несовершеннолетняя социальная сирота. Ее биологические родители лишены родительских прав. С 13 лет она воспитывалась в приемной семье, училась в обычной могилевской школе, а после поступила в колледж в Бобруйске. Двое других пара сожителей нигде не работали и перебивались случайными заработками. Ранее оба уже были судимы за мошенничество, угоны, кражи. На попеченье у парочки малолетний ребенок, женщина беременна вторым. Нелегал пойман. В Минске арестован бутлегер. За продажу крепких спиртных напитков без экцизных марок бобруйскими оперативниками задержан 32-летний мужчина. Со слов злоумышленника, в интернете он продавал спирт, который приобрел у знакомого для дальнейшей перепродажи. Изъято в общей сложности 486 литров нелегальной продукции на общую сумму более 20 тысяч рублей. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 500 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. Правонарушитель выплатит штраф по 2 тысячи рублей. На варее «Шапка» горит. В Могилеве произошло несколько случаев краж. Оперативниками задержан 36-летний мужчина. Он похищал велосипеды из многоэтажек. Злоумышленник проникал в дома под вымышленными предлогами и угонял транспорт. Во время очередного рейда удалось установить личность преступника при помощи видеокамер. И это не единственный случай. Местная жительница украла около 6 тысяч рублей из магазина, в котором работала. Всю сумму она спустила на азартные игры. Сдавая наличные, могилевчанка незаметно взяла оттуда крупную денежную сумму и ушла. Деньги она после потратила в одном из казино города, почти сразу проиграв всю сумму. Возбуждены уголовные дела. Противоправные действия на одном из сельхозпредприятий Могилева выявлена преступная схема. Милиционеры обнаружили нелегальные манипуляции с документами. В них ежемесячно вносилась ложная информация о крупнорогатом скоте и птице. Также выписывались фейковые товарно-транспортные накладные на реализацию в мясоперерабатывающий цех. С января по сентябрь были проведены отгрузки свыше 45 голов молодняка. В реальности вес животных занижался с целью образования излишек. Установлено, что указание заведующей молочной товарной фермы на сокрытие падежа отдавал главный ветеринарный врач. В хозяйству был нанесен ущерб свыше 39 тысяч белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Пьяный дебош. Мужчина тайком прокатился на автоколлегии. 53-летний житель Осипович сообщил милицию о том, что в субботу оставил свой автомобиль возле служебного здания, а в понедельник утром обнаружил его с серьезными повреждениями. Злоумышленник воспользовался ситуацией, прокатился на машине и въехал в стену. Благодаря камерам видеонаблюдения виновник был установлен. Им оказался коллега потерпевшего. В ходе осмотра автомобиля специалистам Государственного комитета судебных экспертиз изъяты следы рук, смывы следов крови, запаховый след и другие объекты. При проверке следов рук установлено, что один из них оставлен 48-летним работником организации, подозреваемым в совершении угона. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Расследование продолжается. Смертельный занос в Краснопольском районе перевернулся автомобиль. 62-летний водитель «Опеля» не справился с управлением на опасном перекрестке. Автомобиль занесло в Квьет. Там же он и опрокинулся. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Пассажирке оказана своевременная медицинская помощь. ГАИ напоминает о соблюдении осторожности на дороге и выборе безопасной скорости. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе, в соцсетях. И Кристина Рьянс. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова